Чем умершие занимаются в раю? Помнится, когда один священник в присутствии большого количества не очень воцерковленной молодежи сказал, что в раю будет вечная божественная литургия, то прям все очень сильно расстроились, а потом я решил совсем их заколотить в гроб, вот расстройство, я им сказал, ребят, там еще и Wi-Fi не будет в раю, так они совсем стали печальными. Дело все в том, что когда люди думают про загробную жизнь, они почти никогда не учитывают то, что там будет общение с Богом. Не случайно очень часто вопросы про загробную жизнь связаны с нашими родственниками, с нашими домашними питомцами, но никак не связаны с Богом. И это вполне понятно, мы и правда любим наших близких, в том числе и питомцев, с которыми мы разлучены, но надо все-таки учитывать, что там будет встреча с Богом, и там будет совершенно иная жизнь, качественная иная жизнь. Единственный пример, который нам может помочь, сравнение внутриутробной жизни и жизни здесь, в временном мире. Вот так же, если мы сравним временную жизнь и вечную жизнь, нам станет понятно, что такое качественная иная жизнь. Смотрите, мы же с вами были внутриутробы у родителей, и это была полноценная жизнь. Потом мы пережили смерть, потому что рода для ребенка переживается именно как смерть. И вот та жизнь, кстати, через определенные муки, в том числе и болезненные, и физические, та жизнь закончилась. И началась новая жизнь. Вот так же, как внутриутробная жизнь качественно ниже по своему познанию мира, по тем переживаниям, которые мы сегодня здесь имеем. Вот так же и вечная жизнь будет гораздо лучше, качественно лучше, чем жизнь здесь. Продолжение следует...